Привет всем! Сейчас быстренько ознакомлюсь с ситуацией по количеству больных, но это все вы можете видеть сами в интернете, хотя многие спрашивают, поэтому озвучу. По сравнению с тем, что было вчера-позавчера, количество зараженных возросло, несмотря на меры карантина, поэтому карантин ужесточает. Вчера было зараженных больше чем 10000, а сегодня 12462. Представляете, насколько подскочило количество зараженных. Также за эту ночь умерло больше чем 200 человек, это ужасно, хотя есть радостная цифра, что 1045 выздоровели, хотя бы это уже немножко радует, но то, что умерло много людей за одну ночь, это шокирует. Всемирная Организация Здравоохранения объявила эту эпидемию пандемии, но вы, наверное, это все без меня знаете. Сейчас покажу один модуль, без которого не советуют. Лучше не надо выходить из дома. Это auto-чертификационе. В общем, сама сертификация. Такой лист. Вот. Я потом вам покажу его поближе. Вот он. Этот модуль, где скачать, я оставлю ссылку под моим видео, потому что говорят, что, например, в крупных городах этот модуль есть на вокзалах, еще где-то. Также его можно приобрести в коммуне, но кто пойдет в это неспокойное время, кто пойдет по общественным местам и в коммуну, это лишний риск заражения, поэтому советую скачать этот модуль и распечатать у себя дома. Если у вас нет принтера, вы можете попросить каких-то соседей, друзей, чтобы они вам распечатали. Хотя, говорят, не надо контактировать ни с кем. В общем, я не знаю, как быть. Но, в общем, этот модуль нужно иметь всем людям, которые хотят выйти из дома. Будут останавливать даже пешеходов. А те, кто на машине, они обязаны иметь в машине этот документ. Там указывается ваше имя, вот. Ваше имя, когда вы родились, где родились, прописка и, в общем, все. И вы должны быть ответственны за дачу ложных показаний официальному лицу, потому что вас может остановить полицейский, карабинер. В общем, официальные лица могут вас остановить, почему вы вышли, зачем вы вышли, куда вы идете и кто вы такой. И поэтому лучше иметь при себе вот эту бумажку. Вот. Здесь отмечается, что выйти из дома можно только по мотивам работы и нужно будет указать, куда, зачем, почему. И по мотивам необходимости это имеется ввиду купить какие-то жизненно необходимые продукты. В общем, за продуктами это разрешают выйти. Также по мотивам здоровья. В общем, что-то купить в аптеке, если вам необходимы какие-то лекарства для жизни, вот это разрешается. И также, если вы возвращаетесь откуда-то к себе домой по месту прописки. Четыре мотива, по которым можно выходить из дома. И напротив там надо будет поставить крестик или точку, что у вас именно вот этот мотив, почему вы вышли. Там подпись, все. Вот. Лучше иметь при себе эту бумагу во избежание длительных допросов, расспросов от полицейских, потому что вас могут даже арестовать или в крайнем случае оштрафовать. Зачем вам это нужно? Эта бумага ничего не стоит. Лучше запомнить и иметь при себе. Дальше, если я вот повторю, даже сказали, что будут останавливать даже пешеходов и спрашивать, почему вы на улице. По сравнению со вчерашним днем у нас на улице вообще прекратилось любое движение. Я видела, только циркулирует машина с карабинерами. Мы здесь живем, значит, у нас регион Абруца, но мы живем как бы на границе с регионом Марки. И, в общем, у нас здесь, можно сказать, что перекрыта дорога. И кто ездил, сказали, что там на кругу стоят полицейские, как бы блокпост. Могут остановить любого, допрашивать, спрашивать, почему выехал, куда, потому что движение между регионами запрещено, между городами запрещено. Максимум, куда ты можешь выехать, выйти, это в ближайший продуктовый магазин. Вот. Вот и все. Или в ближайшую аптеку. Это не шутки, это реальность такая. Паниковать не нужно, просто сидите дома, по мере возможности не выходите никуда. В общем, сейчас покажу поближе эту бумажку, но я вам оставлю ссылку под видео, так что вы можете перейти и скачать себе. Скачать себе на компьютер и потом распечатать на принтере. По нашему региону именно обрутся не так много зараженных. Вчера я говорила, что 75, сегодня я увидела цифру 86. Постарайтесь воздержаться от грубых, неуместных комментариев. Будьте сдержаны, не сейте панику. Сейчас покажу поближе этот документ. Вот, видите, кто живет в Италии, можете просто остановить видео и прочитать, что здесь требуется, какой именно закон вышел. 9 марта 2020 года, еще первые дни это не соблюдалось, все были как растеряны, никто не знал. Мы, кстати, тоже выходили без этого сертификата. Но сейчас более строго, потому что количество зараженных, это, я не знаю, растет в геометрической прогрессии. Кошмар, что творится. Поэтому нужна обязательно вот эта бумага, и вы должны быть ответственны. Особенно, кстати, я читала на сайте, не нужно выходить тем, у кого температура 37,5, потому что сейчас даже будут мерить температуру на улицах. Это вообще кошмар какой-то. Ну ладно, не будем паниковать. Это видео просто для того, чтобы те, кто живет в Италии, знали, что нужна вот такая бумага. Она должна быть или в вашем кармане, если вы пешком, или в вашей машине, если вы на машине. Ну все, до свидания всем. Надеюсь, будут хорошие новости. Пока-пока.